Экотуризм и развитие эдукационной системы – это основные на керунке, которые интересуют в Могилеве представители китайского города по-братиму Дженчоу. Делегация с Поднябесной во время встречи с уладами Могилево так же обмирковала планы на развитие экономических взносин. Город Дженчоу – один из самых молодых по-братимов Могилево домов по-меж городам, подписано всего два года тому, но за этот раз баки шмачево поспели. Могилево и город Дженчоу – это города по-братимы, которые действительно работают. Не только задекларировали свои отношения, но и работают в этом направлении. Как уже было сказано, китайские студенты обучаются у нас и в БРУ, и в Кулешово. Уникальность «Односин» помеж Могилево и Дженчоу признана на Сусветном узроне. У листопаде на международном форуме городов по-братимов Могилево трамал знагороду за опленность с уместной працы. По словам гостей, сирот у всех 11-ти братних городов, минавито с белорусами, у них самый активный диалог. Мы сегодня очень хорошо поговорили, обменялись мнениями. Мы хотим строить мост в отношениях между Могилевым и Дженчоу, поэтому мы обменивались мыслями на этот счет. И в будущем мы намерены, возможно, также организовать совместные предприятия. У этой визит особный интерес – эдукация. Гости наведали Могилевский детяший садок номер 116 и 45-ю школу. Фотографуют интерьеры, разглядают садки, занатовывают организационные моменты. Отладженная система от дошкольного выхования до отримания высшейшей эдукации китайцы не ховают в своей затековленности у белорусским вопыте. Очень красивое здание ваших учебных заведений. Занятие с детьми очень полезное. Важно, что работа идет на разных уровнях. Есть связанная система для дошкольников и школьников. Это очень полезно для развития детей. Дарачи Зусимхудка в Могилеве изъявится класс по выучению китайской мовы. Это аксамых лён супросовництва и сяброских относим городов по братьеву. Продолжение следует...